Чё как, с вами Камрад. Сегодня я решил не снимать живую часть для этого ролика, поэтому вы будете слушать мой монотонный голос и весь хронометраж. В этом ролике мы познакомимся с вами с работами Эдуарда Назарова, творца, нашедшего золотую середину между авторской и популярной анимацией. С самого детства Эдуард Васильевич Назаров увлекался рисованием. Много лет спустя после учёбы он оказывается в стенах Союзмультфильма, сначала попав на курсы художников-прорисовщиков при студии, где, по собственному признанию, проучился где-то два дня или три, и оказался в группе Бориса Степанцева, поучаствовав в создании «Мурзилки на спутнике». Но потом Эдуарда призывают в армию, и на три с половиной года он покидает студию. Вернувшись после дембеля из ГДР, освоение профессии мультипликатора продолжилось. В 1965 году он был принят в группу одного из значимых режиссёров студии, Фёдора Савельевича Хитрука. Позднее Эдуард уже будет выступать как художник-постановщик в его нескольких фильмах, включая Винни-Пуха. Образ нашего медведя с опилками в голове — как раз его работа. Заслуга Фёдора Савельевича была в том, что в конце 60-х годов он успел высветать следующее поколение аниматоров и вызвать большой бум стилей следующих анимационных лент от новичков. И к новому поколению можно спокойно отнести Эдуарда Васильевича с его лентами. В 1973 году Эдуард Назаров становится уже полноценным режиссёром. К слову, его первой работой стала не экранизация сказки, а создание антивоенной агитки «Равновесие страха». Это была рисованная мини-прища о том, как два соседа параноик и поедуху всё к чертям собачьим уничтожили. Идея была выбрана не случайно. Гонка вооружением опасна для планеты. Через три года эта лента окажется на международном кинофестивале в Уберхаузене и вскоре получит награду в Гран-при. Ну а дальше начались работы над сюжетами для мульт-альманаха «Весёлая карусель». Вот только цензоры прикопались к бегемотику. Причиной послужило то, что цензоры увидели в нём отказ от коллективизма. Какой ужас! Ещё заменили актёра, читавшего текст от автора, с последующей редактуры, дабы не было намёка на стройку Бама. А две какие-то чиновницы и вовсе увидели в нём намёки на якобы порнографические сцены. Я аплодирую стоя. Два года спустя, в 1977 году, для той же карусели, совместно с Александром Градским, на основе стихотворения Генриха Сапгиры создаётся новый, не менее кривый сюжет. Принцесса и Людоед Один из немногих кратышей, ставший самостоятельным произведением позднее. Соль сюжета строилась на смене местами прилагательных «Прекрасная» и «Ужасная», и смысл всего произведения буквально быстро изменялся. Только в первой версии выпуска «Альманаха» тридцать сюжет был заменён. Александр Градский тогда конфликтовал с властями, и готовый фильм в самый последний момент был запрещен к показу. Сам композитор приглашал всех зрителей к экранам телевизоров для проспотра мультфильма, но вместо принцессы и Людоеда показали ранее выходившего Антошку. В таком формате девятый выпуск просуществовал в восемь лет, и лишь в 1985 году был перемонтирован и перевыпущен. В 1978 году появляется «Охота» — пожалуй, самый авторский мультфильм Эдуарда Васильевича. Если же в равновесии страха была взята тема об опасности гонки вооружения, то в этом образчике фигурирует тема взаимоотношений человека с природой. Назвать эту ленту серьёзной не получается из-за наличия лёгкой комичности, хотя и используются контрасты местности, саспенс и игра со зрительским восприятием. И таким образом начало было положено. И теперь мы переходим к его хитам следующего десятилетия. При создании тогда ещё собачьей жизни, взяв за основу украинскую народную сказку «Опсессирка», авторам пришлось переписывать сценарий после критики в адрес Сергея Иванова с последующим сбором материалов к мультфильму во время поездки на Украину, в частности по карпатским сёлам, деревням и музеям. Поездка пошла на пользу будущей ленте. А во время посещения в Киеве Института этнографии, по просьбе Эдуарда Васильевича нашли записи малоизвестных народных песен. И на одной из катушек обнаружилась запись ансамбля «Древо» с той самой песней. Ну вы поняли, какой. Думаю, пересказывать сюжет не стоит. В одном селе жил когда-то пёс. Всю жизнь нёс свою службу исправным, да вот состарелся, как и волк, которого он гонял в былые времена. Этим двоим не нравится, что их исписывают в утиль раньше срока, и решается показать, что они ещё хоть куда, воплотив в жизнь постанову со спасением ребёнка пана. Лента немного напоминает картину «Старики-разбойники». Но на мультяшный манер. И получившийся в итоге мультфильм «Жил-был пёс» после всей проделанной работы стал главной визитной карточкой Эдуарда Назарова. Ушедшая в народ фразы и последующие появления скульптур и памятников в честь героев этой ленты было вполне закономерным явлением. Ты заходи! Если что! Год спустя выходит «Путешествие муравья» и по сути вторая версия экранизации сказки Виталия Бьянки про муравьишку, который спешил домой. Ранее, в 1961 году, Владимир Полковников выпустил мультфильм про муравьишку-хвастунишку. Но если первая экранизация была милой и приятной сказкой про приключения перепончатокрылого с песнями и танцами, то во второй, сделанной Эдуардом Назаровым, больше походит на роуд-муви, но со своим фирменным стилем и лёгким напряжением. Здесь уже нет никакой музыки и танцев, только звуки леса и приятные пейзажи. Ну и гусеница тут угарная. В 1985 году под экранизацию попало стихотворение детского писателя Эдуарда Успенского про Сидорова Вову. Съёмки сопровождались кошмарами. Ну как кошмарами? Режиссёр стал постоянно сниться сон, как его отправляют на службу повторно. Лишь после завершения работы и показа военной части на Дальнем Востоке мульта кошмары прекратились. На выходе мы увидели 10-минутную картину о том, каким полезным оказался на службе избалованный и несамостоятельный призывник, прихвативший с собой всю родню в военную часть. Попутно показав зрителям будни военнослужащих и один жизненный опыт Эдуарда. Клашку кирзовых сапог. Эх, а на его основе можно было снять пару продолжений и сделать из него рядового снофу по-советски. Но довольствуемся тем, что есть. Первая вина, что благородной дамы в рот грязной футбол положил, вторая вина, с поста убежал. Как было сказано ранее, ещё при создании сюжетов для весёлой карусели цензоры постоянно докапывались до его работ. Но это были ещё цветочки, потому что, несмотря на нападки, они всё же добирались до телеэкранов. И только одной картине повезло меньше. Снятый в период перестройки Мартынком оказался на четыре года под запретом, так как имя дочки царя внезапно совпало с именем жены Михаила Горбачёва — Раисы. Ну и этот мультфильм хорош. Позабавило то, как главный герой, выбравшийся из грязи в князи, по-своему проучивает Раю «Законфискованные карты». А вот в стенах союзмультфильма Эдуардо Назарова уже было невносимо работать в перестроечный период. Режиссура выматывала. Открыть свою студию не получилось. Ну а после развала СССР переключился на преподавание следующего поколения аниматоров, организовав со своими коллегами «Школу аниматоров-режиссёров Шар» в 1993 году. Двумя годами ранее вместе с Давидом Черкасским он основывает проводимый на Украине и в России фестиваль «Крок». Но это ещё не всё. Также он успевает поработать вместе со своими друзьями и коллегами над прочими проектами, документальными циклами, посвящёнными анимации, а с 2004 года по приглашению Александра Татарского становится и председателем худсовета студии «Пилот». Внутри самой же студии с 2009 по 2013 год снимаются и последние его работы, вошедшие в цикл «Гора самоцветов», «Козья хатка», «Колобок» и «Представьте себе». Умер режиссёр-аниматор 11 сентября 2016 года, испытывая при жизни проблемы с сосудами, диабет и ампутацию ноги. Всю свою жизнь Эдуард Васильевич, как и многие его коллеги, посвятили анимации. Удивительно, но попав крутым и знаковым режиссёром студии, с самого начала карьеры он потом сам создаст свои значимые хиты, любимые многими зрителями по сей день. Назарова все любили за его дружелюбность, отзывчивость, позитивность и остроумие. Все эти качества так или иначе проникали и в его работы, потому и невозможно не полюбить его мультфильмы. На сегодня всё. Большое вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, делитесь роликом с друзьями, переходите по ссылкам ниже в описании. Вот такие дела. Не скучайте.